Парламент Греции не смог избрать президента страны из третьего раза. За единственного кандидата, бывшего еврокомиссара Ставроса Димаса, проголосовали лишь 168 депутатов из 300. Чтобы стать президентом, Димасу было необходимо набрать минимум 180 голосов. Теперь президента страны будет выбирать уже новый парламент, сформированный по результатам всеобщих выборов, которые должны состояться 25 января. Судя по опросам общественного мнения, фаворитом на таких выборах станет главная оппозиционная партия Коалиции радикальных левых сил Сириза, выступающая против мер жесткой экономии, проводимых нынешним правительством в соответствии с требованиями международных кредиторов Греции. Большинство политологов рассматривают эти всеобщие выборы в качестве референдума, на котором избиратели призваны решить, будет ли страна продолжать экономические реформы, согласованные с Евросоюзом и МВФ, или вступит на путь борьбы со своими кредиторами. Теперь финансовые рынки и партнеров Греции ПС ждет несколько недель неопределенности. Международный валютный фонд приостановил финансовую помощь Греции до формирования ее нового правительства. Стоимость греческих акций на финансовых рынках к концу сессии снизилась почти на 4%. Продолжение следует... Продолжение следует...